Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 декабря, Православная Церковь совершает память святителя Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. Святой Стефан родился в Каппадоке Великой от христианских родителей, которые воспитали его в благочестие. С детского возраста он отличался благонравием, удаляясь от обычных детских забав. Семи лет родители отдали его для обучения грамоте. Он оказался способным к учению и в скором времени хорошо навык в божественном писании. Когда же ему исполнилось 15 лет, он удалился из своего отечества и пришел в Царьград, желая там докончить свое образование. Сие было при царе Феодосии и святом патриархе Германе. Там святой Стефан продолжал усердно учиться и, обучившись философским наукам, превзошел мудростью многих, даже самих учителей. Так что все удивлялись его премудрости. Услышав о Стефане, святой Герман, патриарх цареградский, призвал его и, благословив, спросил, из какой он страны. Стефан все рассказал ему о себе. Полюбив его благонравие, премудрость и смирение, патриарх оставил Стефана жить у себя. Несколько лет прожил блаженный Стефан у патриарха, служа святой церкови и живя в воздержании и чистой совести. Потом он тайно от всех ушел из Царьграда и, придя в некоторый монастырь, принял там иноческое пострижение и подвязался в добродетелях. Затем, вожилав безмолвнейшего жития, удалился из монастыря и, найдя уединенное и никому неизвестное место, прожил там довольно времени, работая Богу в посте и молитвах. В то время представился епископ, который был в городе Суража, и вот жители Суража пришли в Царьград к святейшему патриарху Герману, просяд для Суража епископа. И когда происходило рассуждение о поставлении епископа, явилось несогласие, так как одни желали одного, другие другого. Суражане же просили царя и святейшего патриарха дать им епископа, могущего хорошо управлять церковью, ибо, говорили они, умножились ереси в городе нашем. Однажды, когда святой Герман ночью стоял на молитве, явился ему ангел Господень и сказал, завтра пошли в то пустынное место, где живет избранник Божий Стефан, его поставь епископом для Суража, ибо он хорошо может пасти Христово стадо и привести еретиков к истинной вере. Я же и к нему послан от Бога с повелением, чтобы он ни в чем не ослушался тебя. О, Господин, сказал патриарх, как я узнаю место, где живет избранник Божий Стефан? Тогда ангел, взяв одного из слуг патриарха, показал ему место пребывания святого. А слуга, возвратившись, поведал сие патриарху. К святому же Стефану, который в то время в скрытом месте своем молился Богу, явился тот же ангел Господень в белой одежде и убоялся святой Стефан и в трепете пал от страха на землю. Взяв святого за руку, ангел успокоил его, сказав, «Я, ангел Господень, и послан от Христа Спасителя возвестить тебе радость и повелеть идти в город Сураж, чтобы ты научил людей Христовой вере. Завтра патриарх призовет тебя и, посвятив, пошлет туда архиепископа. Ты же не ослушайся его, да не прогневаешься Бога». Затем, преподав ему мир, ангел вошел на небо. На другой день патриарх послал со слугою двух пресвитеров за святым Стефаном, и те с великую честью привели его к патриарху. С радостью встретил патриарх святого Стефана и, посвятив, поставил его архиепископом Суража и отпустил на корабле в порученную ему епархию. Прибыв в город Сураж и вступив на архиепископский престол, святой Стефан стал поучать людей от божественного писания и в продолжение пяти лет крестил весь город Сураж и все его окрестности. В то время в Царьграде воцарился лев Исаврянин и воздвиг иконоборство, будучи научен всему двумя евреями. Сначала он повелел святые иконы ставить высоко, говоря, «Кто чист, пусть целует их». Потом, повелев поднимать иконы на воздух, поясняя, что не следует пригваждать иконы к стене, и многое другое предпринимал окаянный против почитания святых икон. Святой патриарх Герман много увещевал его, чтобы он оставил свое злое начинание, беседая о сем на основании освященных книг. Придя в ярость от увещаний, иконоборец открыто проявил яд свой, который дотоле вскрывал в сердце своем и усиленно начал изгонять святые иконы, хулить их и бесчестить. Затем лев разосла по всему городу и по многим окрестным местам указы, чтобы все также поступали со святыми иконами, и говорил, «Если кто будет мне противиться, того я буду мучить различными муками и предам смерти». В Царствующем Граде тогда можно было видеть различные мучения правозлавных христиан. Патриарха же Германа злочестивый царь послал в заточение, а вместо него поставил патриархом Анастасия, родом сириянина, который был единомышленником с ним в его ересе. Затем царь и патриарх отправили послов своих в Сураж к святому архиепископу Стефану с злочестивым повелением не поклоняться иконам и кресту. Святой Стефан отвечал послам, «Да не будет сего, не допущу я людей своих отступить от закона Христова, не слушаю повеления ни царя, ни окаянного патриарха». Ночью он пришел на корабль и прибыл в Царьград. Облачившись в одежды своего святительского сана, святой Стефан предстал пред царем. Царь спросил его, «Кто ты?» Святой же отвечал, «Я архиепископ Суражский, Стефан». И сказал царю, «Видишь ли собор сей, восседающий за мною в великой чести? Они пожгли и порубили иконы, и ты, послушай меня, и будешь в такой же великой чести с нами». Святой Стефан отвечал, «Да не будет сего, хотя бы ты меня изжег, или рассек на части, или какими-нибудь другими муками замучил. За иконы и за крест Господень все готов претерпеть». Затем святой сказал царю, «Мы в книгах нашли некоторое пророчество, что в Царьграде явится злочестивый царь-иконоборец, сжигающий святые иконы. Но да не сотворит сего Бог в твое царствование. А нашли ли вы имя царя того?» – спросил царю. «Имя его Коноп», – отвечал Стефан. И сказал царю, «Справедливо, Стефан, ты нашел мое имя, ибо отец и мать назвали меня Конопом». И сказал Стефан, «О царь, да не свершится сие в твое царствование. Если же ты совершишь сие, то будешь предтечу Антихриста». Услышав сия от святого, окаянный царь железную перчатку избил его лицо, уста и зубы, восклицая, «Как смел ты назвать меня предтечу Антихриста?» И повелел царь схватить Стефана за волосы и за бороду, бить, влачить по земле и ввергнуть в темницу. Все заключенные в темнице молили Бога, и по молитве святых вскоре умер нечестивый царь, и воцарился сын его, Константин Капроним. Супруга его, слыша о добродетелях и чудесах святого Стефана, просила мужа своего, царя Константина, отпустить святого на престол свой. В то же время родился у царя сын, и святой Стефан крестил его. Наградив Стефана дарами, царь с великую честью отпустил его к пастве своей. Снова получил добрый пастырь престол свой и продолжительное время добре пас, порученное ему стадо Христово. Затем, провидя свое к Богу отшествие, поставил он вместо себя архиепископом Даля Суража клирика своего Филарета и приставился к Богу в жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священномученика Елеферия, матери его мученицы Анфии, мученика Карива Епарха, преподобного Павла Латрийского, празднуется собор крымских святых, священномученика Илариона, архиепископа Верейского, преподобного Трифона Печенг-Скагокольского, честуется собор кольских святых, мученика Елеферия, преподобного Парда Отшельника, священномученика Александра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина Добронравова-Присвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!